Раннее утро. Улица Шишкова в Воронеже. Не пугаясь прохожих и машин, по своим делам куда-то спешит лиса. В дикой природе именно лисы являются основными переносчиками бешенства. Возможно, именно это животное и не заражено вирусом смертельно опасной болезни. Ведь в таком случае зрелище было бы жутковатым. Они агрессивны. У некоторых проявляется в виде паралича задних конечностей, слюноотделения. Они могут резко падать, вставать. Меняется их характер. Они могут забиваться в тихий, спокойный куда-то темный угол. Либо другие животные могут биться головой о стену. Случайный контакт с таким животным, конечно же, повод срочно мчаться в больницу. Но и после встречи с четвероногими, которые выглядят нормально, не стоит пренебрегать мерами предосторожности. Независимо от того, что это безнадзорное животное. Либо даже если это животное владельца незнакомого, допустим, при укусе. В любом случае необходимо в первую очередь обработать рану. Это обильным количеством воды и мыла. И необходимо это промыть. И сразу же обратиться в медицинское учреждение. Чтобы не заразиться бешенством от домашних животных, их нужно регулярно прививать. А от безнадзорных, тем более диких животных, стоит держаться подальше. Рекомендация, конечно, всем, чтобы не рассматривали, не подходили, не пытались погладить, если это лисенок. Либо оказать ему больше внимания. Лучше оставаться в стороне. А еще при встрече в городе с лисой ветеринары советуют все же позвонить по телефону 112. Там это сообщение направят специализированные структуры. Такой звонок может помочь в предотвращении распространения смертельно опасной болезни. Бешенство.